Давайте я все-таки подумаю, что ожидает Вова. Попробую сказать свою точку зрения. Все люди на земле смертны. И, конечно, Володя, желая прожить сто лет, обязательно, обязательно закончит точно так. Но держаться за жизнь он будет так сильно, сильнее всех-всех-всех нас. Вот посмотрите. Что же ожидает его? Вот как он поступал со своими наставниками, друзьями, коллегами. Вот точно так с ним будут поступать и другие. Вы знаете, очень интересная связь. Не так давно Вова прикупил на Лазурном побережье. Это в районе Ниццы. Называлась она, кажется, Рюкенблю Капмаре. Кажется так. Рюкенблю Капмаре. Это дача, когда-то построенная президентом Конго, Киншаса, столица, Заира, Мабуту, который потом поправив, вот у них очень схожие жизненные позиции. Он пришел к власти точно так, как Вова. Он правил лет 30-40, а может быть больше. Он взял, придумал банту, кажется, население было близкое к его племени. И он придумал точно так же, как и русский дух, что банту – это великий народ, и что мы, черные, должны гордиться. И даже имя себе, Джозеф Мабута, он придумал «Мабуту сесе коко ку-ку нгубенду ваза банга». Это значит «великий Мабуту, идущий только вперед и вперед, оставляющий после себя только пламя». Ну, можете представить, он хотел подражать Тимучину. Помните, был великий завоеватель Тимучин? И тот был скромнее, придумал себе имя Чингисхан, то есть «Солнце всех солнц», ну, примерно. Нет, этот придумал себе название. И приклушай к ним Шипилов. Да, 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 и приклушай к ним Шипилов. Еще раз повторяю, ну, подумайте, я почему запомнил хорошо его имя, я в студенческие годы смотрел на него и думал, как Советский Союз помогает этому уроду. Он же уничтожает другие племена. И как-то я, работая в уголовном розыске, вдруг у нас заявление иностранца, это очень опасно. А оказывается, она из Конго. И приходит представитель посольства. Так, что тут произошло? А я разговариваю с этим гонголесцем и говорю, и называю имя, говорю, Мабуту Сесесеко Кукун Губенда Вазабанга. А моя представительница посольства говорит, слушай, ты умеешь разговаривать на африканском. А там мне начала отвечать, говорит, да, да, и начала мне что-то рассказывать. Так вот я с тех времен помню его. Путь одинаков. Он купил себе для своей дочки вот эту вилла Дальмаре на Лазурном побережье, но одна из самых дорогих, я не знаю, там, кажется, она миллиончиков под сто стоила. И в итоге эта вилла Дальмаре досталась кому? Вове Путину. Он ее купил для своей Алины. И говорят, что даже там ВИА императрицы Евгении, дом номер один, то он придумал, и они там уже стали изменения, Франция, Кантон, это в районе Ниццы, что эта вилла Дальмаре находится по адресу авеню императрицы Алины, дом номер один. Вот эта болячка у них в голове, но закончит он примерно так же. Этот Мабутусисисико Кукун Гобенду Вазабанга проправил 30 с лишним лет. В итоге в 97 году, когда он нарезал кровушкой, настроил кучу дворцов, как у Вовы Путина в Геленджике, народ не выдержал, соседние народы племя. И в 97 году, когда Вова пробирался на верхушку власти, а это для него был тоже один из авторитетов, он на него смотрел, как на очень талантливо, кто умеет денежки собирать. Миллиардер, а народ в нищенстве. В итоге в 97 году, путь, восстание, и он бежит еле-еле в Марокко. Мне Марокко нравится, а вам? Очень прекрасная страна. Я там не была, Валерий Степанович. А, ну вот скажу вам, прекрасная страна, мне нравится, но там ему жизни не было. И умер он от того, от чего умрет Вова. Рак простаты. У Вовы сегодня серьезное заболевание простаты. И у Вовы, как нам сообщают некоторые источники изнутри, рак простаты. Вот почему у него и походка такая, вот почему за ним ездит целая колонна, в том числе и специалисты в этой области, у Вовы. Но сегодняшние методы и способы лечения настолько сильны, что Вову хоть и пугает это, но его больше пугает не рак простаты и не другие виды заболевания. Он лечится. А вот жизнь Николая Чаушеску, который правил 40, наверное, нет, меньше, тоже где-то около 30. И казалось, был такой, что, ну, вместе со своей Еленой, а убили их кто? Вы знаете, ближайший. Станеску, кажется, ну, как напомни, Станеску, сейчас скажу, Виктор, ай-яй-яй-яй-яй, забыл, красавец, лет на 20, наверное, моложе Елены, а Елене он делал комплименты, ей нравилось, и она все выше-выше пододвигала его. И когда в 1989 году народ восстал, то Виктор помог отправить Елену, свою любовницу условно, и ее мужа на тот свет, он первый, будучи министром обороны, предал его и примкнул к восставшим, и как можно быстрее собрал сразу трибунал. И суда, и следствия особого. Да, нет, он собрал трибунал. Ну, три дня их держали, по-моему, или сколько? Отбирал лично, отбирал лично, кто будет расстреливать, расстрельную команду, и следил, чтобы это было сделано очень быстро. И ни следов, ничего. Вот вам преданность. Вот это Вова боится больше всего. Где-то в недрах сидит вот этот Станкулеску, Санкулеску, Сантулеску, Сантулеску, наверное. Я тоже не помню. Я думаю, или Станкулеску, или Станкулеску, Виктор Станкулеску, Станкулеску. Вот такой Станкулеску, Виктор, любовник, который будет любить Вову, заглядывать ему в рот, как он лень и заглядывает, и расстреляет его первым. Да, он был. Наверное, Ещё самое страшное, то, что Вова рассматривал после казни, когда один из ближайших дружков и кошельков Николя Саркази, великий, великий лидер Джамахирии Муаммар Каддафи правил 42 года. Был такой, что взрывал самолёт и уничтожал. Весь мир трёсся от них. Просто умирал, как он боялся. Но очень спокойно и легко. Саркази, получив на предвыборную кампанию там что-то миллиончиков 50, просто в нужный момент принял решение. И когда в составе НАТО, вернее, войска в составе НАТО, именно французские подразделения обнаружили колонну движущихся машин, то именно французские подразделения разбомбили эту колонну и говорят, видели и знали, что восставшие нашли его в каком-то трубопроводе, раненого в две ноги, а потом начали насиловать черенками, как Вова Путин сейчас даёт команду насиловать всех политических заключённых. ведь там же я вам сказал, что есть пресс-хаты у Вовы, что это такое, это официальная структура, в которой людей, которые или политические мотивы, или авторитеты, которые не хотят работать на Путина, на ФСБ, у них сидит пресс-хата, там мордовороты, отрубленные полностью, полностью, не газеты читают, не прессу читают. Я говорю, не прессу читают. Да, 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 и они что делают? Вот у них швабра стала обязательным атрибутом, без швабр у них не составляется бюджет на год. И шваброй насилуют и записывают. Вот точно так Вова понял, что будет и с ним. Повстанцы насиловали его всякими предметами, и труп таскали по городу. Са-три-са-три-са. Какой же город? Са-са-са-са. Забыл. На побережье находится. И они по этому городу таскали его, потом за ноги повесили. Ну, точно как Муссолини в своё время бандиты сделали. Поэтому Вову, поверьте, как бы он не хотел жить до ста лет, всё равно ожидает смерть. Но какая? И вот мы должны ждать, что благодаря и нам с вами. А я не скрываю, скажу, у Вовы в окружении столько сейчас источников информации. И слава Богу, что наши разведки сегодня так здорово работают. Вот представьте, я неофициальное лицо, так много знаю, а потому что они сейчас стремятся... Много знаете. воинам. Ни в коем случае не наваливаться с необоснованной критикой на верхушку власти. Она заслужила, чтобы довести эту войну до логического конца, до освобождения Украины. И давайте лучше сегодня перенесём то, что вы заметили, как я не хочу иногда говорить о некоторых вещах не потому, что я боюсь кого-то, а только чтобы не нанести ущерб сегодня тем, кто действительно... Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok